Друзья, я рад приветствовать вас сегодня на этом месте. Я верю, что Бог приготовил для нас хорошее время, слышать Его Слово и получить молитву. И исцеление, если вам нужно, исцеление Бог сегодня даст вам. И я хотел бы буквально несколько мыслей поделиться с вами о том, что Господь, приводя нас в Царство Свое на земле, как Иисус сказал, в Царство Божие внутри нас есть, мы приходим на новую территорию жизни, на новую территорию возможностей. И читая Писание, я вижу, что Бог верит в то, что или ожидает от нас, что наши перемены приведут нас к успеху, к успешной жизни. Во Второзаконии Господь говорил своему народу, что Он благословит все дела рук наших, что мы будем благословены при входе, при выходе, что мы будем угловение, будем в хвосте. То есть многие обетования звучат как благословение, как лучшая жизнь, как успех в жизни. И читая Новый Завет, я также вижу, что Павел говорит, чтобы успех у Тимофея был очевиден для всех. А также мы читаем Первый Псалом, где Давид говорит о том, что есть люди, которые могут быть успешными, как он говорит, и все, что он не делает, он успеет, то есть будет успешным. А в английском переводе вообще звучит, как будет процветать, будет преуспевать во всех своих делах. Так кто же это люди? Это люди, как он говорит в Первом Псалме, это Первом Псалме, Первом стихе, те, которые не ходят на совет к нечестивым людям, которые не стоят на пути грешных людей и не сидят в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И он говорит, что человек такой, такие люди, это праведники, они будут как дерево, посаженное у потока вод, которое приносит плод свое, время свое. И тогда все наши дела, все, что мы делаем, они будут успешны. Сегодня многие мечтают, чтобы в нашей жизни или в их жизни все, что они делают, имело успех. Но, к сожалению, это не так. И в этом мире сегодня люди отказываются делать или пробуют даже делать то, что у них не получается. В итоге остается лишь несколько таких моментов, которые они делают, и которые более-менее получаются, и они этим живут. Но Библия говорит о том, что мы можем быть успешны во всех своих делах. Все наши поступки, все дела рук наших, они могут приносить успех и благополучие, и благоразумие, и радость, и наслаждение. То есть быть счастливыми людьми. И поэтому Псалом говорит, блаженны, счастливы, благословенные люди, те, которые не живут, как обычные люди этого мира, как нечестивые люди. Я бы хотел сегодня вас ободрить и сказать, что у вас есть возможность сегодня стать на пути правды, на пути праведности Божьей. Словами Иисуса, ищите Царство Божьего и Его праведность, и все остальное приложится вам. Он говорил о том, что человек может быть счастливым, как верующий человек. Он может быть успешным, может быть процветающим человеком, и в душе, и в духе, и материально. Не имеет значения. Вся жизнь людей, она находится не в руках у этого мира или обстоятельств этого мира, но в руках у самого человека в отношениях с Богом. Если у нас правильная позиция перед Богом, то нет причины Бога нас не благословлять. Благоволение Божие простерто. И нам, когда мы становимся в правильную позицию перед Богом, открывается перспектива быть успешными во всех своих делах, во всех своих предприятиях, быть процветающими во всех своих делах. Это очень серьезный уровень жизни. Многие ждут чудес от Бога, но самое большое чудо, когда все, что я делаю, будет иметь успех. Это самое большое чудо. И здесь не нужно сидеть и просто ждать, что с неба свалятся и деньги, и здоровье, и какие-то достижения, но нужно что-то с этим делать. Но самое интересное, что можно делать одинаковую работу, и один может быть успешным в этом, другой нет. Так Божье слово говорит, что я могу быть успешен во всех своих делах. Я могу быть преуспевающим во всех своих делах. Я вам желаю сегодня услышать это слово и помолиться вместе со мной. Чтобы ваша жизнь настолько была изменена, чтобы ваши дела были действительно успешны. Но, знаете, нужно удаляться от зла, нужно хранить себя в мире с Богом, нужно погружаться в его слово, пребывать в его слове и размышлять над его словом, чтобы оставаться в воле Божьей. Аминь. Поэтому, если вы нашли себя в этом месте, в этом слове, и вы хотите перемены, вы хотите быть успешными, процветающими во всех своих делах, то это время помолиться, время услышать слово от Бога, и время изменений, которые принесут вам благополучие. Я хочу за вас помолиться вместе с вами, а потом помолиться за ваше исцеление, если в вашем теле есть болезнь. Бог сегодня силен вас исцелить. Просто принимайте с верой и ожидайте чудо Божьего вмешательства. Поэтому, молитесь со мной сейчас о вашем преуспевании во Христе Иисусе. Дорогой Небесный Отец, я молюсь сейчас за каждого человека, кто смотрит эту программу, кто молится со мной. Я молю тебя, чтобы их жизнь пришла в место процветания. Как ты сказал в своем слове, что человек праведник, он будет успешен во всех своих предприятиях, во всех своих делах. Он будет процветать во всех своих делах, во всех делах рук его. И я молю тебя, Господь, дай этим людям прийти в это место праведности, удалиться от всякого зла, удалиться от нечестия этого мира, приближаться к тебе, Господь, погружаться в твое слово, пребывать в твоем слове. Помоги им вернуться, Господь, в отношения с тобой, в такие отношения, где они будут послушны тебе, Господь. И что никто в этом мире никогда не сможет украсть в них те благословения, которые ты для них приготовил. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю успех и процветание у праведников, да будет успешен любой труд, любое дело. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также я молюсь о вашем здоровье. Если в вашем теле есть болезнь, положите на себя руку, я хочу молиться о вас. Может быть, вы зависимы от какой-то химии, сигареты, наркотик, алкоголь. Я предлагаю вам также помолиться. Положите на себя руку, я буду за вас молиться за освобождение. Или может, в вашей жизни нет просто успеха, вы постоянно как неудачливы в своих решениях, поступках. Я хочу за вас помолиться. Божья милость сегодня к вам. И ожидайте исцеления. Бог, коснись сейчас каждого человека, кто нуждается в исцелении. Я молю тебя, чтобы прямо сейчас дела дьявола были разрушены в жизни этих людей. Я провозглашаю исцеление. Я провозглашаю, Господь, твое слово в действии. Я молю тебя, Боже, чтобы твое помазание разбило всякое дьявольское ярмо. Чтобы каждый, кто сейчас зависим от алкоголя или сигарет или наркотиков, был освобожден во имя Иисуса. Будь исцелен, будь свободен. Я провозглашаю жизнь. Я провозглашаю исцеление. Я провозглашаю свободу от всякого зла. Я разбиваю всякое дьявольское ярмо в жизни этих людей. Я разрушаю всякое проклятие над их жизнью во имя Иисуса. И я просто шаг, Господь, исцеляющий помазание, исцеляющую благодать во имя Иисуса, молю Тебя, Дух Святой, коснись, Господь, и исцели этих людей. Я молю Тебя, чтобы сила Твоя сейчас разбила всякие твердыни зла в жизни этих людей во имя Иисуса, и да будут они исцелены, и да будет слава только Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я верю, что прямо сейчас, кто-то смотрел или молился со мной, у вас просто поражены ноги, связанные с прошлой зависимостью от наркотиков. Бог исцеляет ваши ноги, Бог исцеляет ваши вены, исцеляет вашу кожу. Будьте исцелены, раны заживают. Я провозглашаю, что ваши ноги восстанавливаются во имя Иисуса. А также у кого-то между лопатками была опухоль, или она до сих пор еще есть, но Бог сейчас прикасается к вам и исцеляет вас прямо сейчас. Будьте исцелены. Я провозглашаю освобождение. Опухоль рассасывается именем власти Иисуса Христа. Я приказываю удалиться от этого опухоли во имя Иисуса, и я провозглашаю жизнь. А также у кого-то проблемы у вас перед глазами, какие-то черные круги идут, как искры периодически, постоянно, и Бог вас сейчас исцеляет, ваше кровообращение в головном мозге и причину этих явлений. Будьте исцелены. Во имя Иисуса Христа Бог целитель ваш. Просто воздавайте славу Богу и знайте, что Иисус Господь, и Он очень сильно любит вас. Аминь.